20 октября 2014 года Кабинет Министров Украины вместе с Верховной Радой Украины приняли поправку о статусе временно перемещенных лиц из Донбасса и Крыма. Однако отдельного органа, который будет отвечать за выполнение этого закона, не предусмотрено. Выполнение закона о вынужденных переселенцах разбросано по всем министерствам, но ни одно из них не может предоставить отчетность того, скольким семьям выплачивается государственная денежная помощь, сколько семей расселены в квартиры, которые по закону обязаны предоставлять органы местного самоуправления в той или иной области. Министерства и городские власти предлагают обращаться за помощью к волонтерам. К тому же пропускная система въезда-выезда в АТО и дискуссия по поводу отмены выборов на территории Донецкой и Луганской областей – это грубые нарушения конституционных прав граждан Украины, прописка которых – Донбасс. Это есть комплексная программа и по трудоустройству. Если вы хотите, может представитель министерства сейчас вам презентовать эту программу. Единственное, что займет определенное время. Если у вас есть к этому действительно какой-то интерес, обратитесь, пожалуйста, на сайт Минсоцполитики, где эти программы есть, или посредственно на министерство. В любом случае, конкретика, которая делается сегодня в Минсоцполитике, я обозначу, в каком направлении она действует. Социальные выплаты, учет, трудоустройство, пенсионные и все другие социальные гарантии, социальные услуги в том числе. На прошлой встрече мы конкретно с вами, здесь при всем зале, говорили о том, что у представителей и активистов нашей общественной инициативы, которая в настоящее время объединяет более 4 тысяч человек-переселенцев по всей Украине, есть конкретные предложения по реализации нашего права на постоянное жилье. Конкретные предложения, которые не требуют значительных финансовых вложений. Ко мне при вас, при всем зале, подошла представитель пресс-центра Министерства социальной политики, и взяла у меня контактные данные, и вы лично сказали, пообещали, что обязательно со мной свяжутся, и мы организуем круглый стол. Министерства социальной политики, другие министерства и ведомства соберутся вместе с представителями общественности, выслушают наши предложения, которые не требуют большого финансирования, и вы обещали это организовать в ближайшие 2-3 недели. Мне общественники, практически все, которые здесь участвовали, дали свои координаты, чтобы я их проинформировала, когда у меня будет информация об этом мероприятии. Но мне так никто из Министерства социальной политики и не позвонил. Не слышат нас, уже здесь подняли вопрос, что не слышат наших чаяний, то, чего мы хотим. Почему делается то, что не нужно переселенцам? В прошлом году был принят закон о защите права свободы внутренних на перемещенных лиц. Согласно этого закону, статья 9, АППЛ имеет право на бесплатное жилье на протяжении 6 месяцев при условии оплаты коммунальных услуг. При этом непорядка предоставления этого жилья, нечетко определенных ответственных лиц по предоставлению жилья на сегодняшний день не существует. Мы регулярно встречаемся с Министерством социальной политики для того, чтобы понять, где же искать все-таки это жилье и вообще, что дальше делать с этими людьми. Потому что проблем очень много. На одной из последних встреч пытались выяснить, кто ответственный за предоставление жильям. Когда не было на встрече МЧС, ответственным был МЧС. Когда не было на встрече Минрегион ВУД, ответственным оказался Минрегион ВУД. Мы обратились к письменным запросам на КМДА с просьбой, сказали, где же эти 713 мест находятся, и предоставили контакты лица, которые отвечают за поселение ВУПЛ. На что мы получили ответ, который ссылается на законы и постановления Кабмина 4-го года, 8-го года про социальное жилье, потом было написано, что в 13-14 году социальное жилье не финансировалось в городе Киеве. На 15-й год также никто досмотрен на финансирование строительства такого жилья. Я процедирую, хорошо? Враховываю, что выклады на Департаменте будильництва и жильевого забезпечения на данный час отсутствуют жилье примещения, тимчасового и социального жильевого фондов для наданья внутренних примещений особам. Одночасно поведомляемо, что на сегодняшний час возможности для залучения додатковых жильевых примещений придатки для комфортного и компактного проживания ВПО, которые прибывают в МИСКО Киеве для тимчасового проживания, вычерпленно. Поселенные цих грамадян здействуются до помощи волонтеров и других областей. Государство не то, что не выполняет свои обязательства перед этими людьми, оно даже не собирается. То есть заняло очень удобную позицию. Вот есть волонтеры, они вас поспасили, от них обращайтесь. Мы очень надеемся, что президент, Викторинук и некоторые другие товарищи просто дадут хотя бы ответ, а кто ответственный за происходящее. С момента, когда будет понятно, кто ответственный, будет возможность хотя бы прийти и спросить «Дяденька, где и доколе?». Не говоря о том, что большое желание начинать подавать иски в суды. Но проблема в том, что закон прописан таким образом, что нет ответственности. Ну вот нет. Я вам больше скажу, нет в принципе единого органа, который занимается переселенцем. Функции помощи размазаны по всем министерствам, по всем штабам. И докопаться, кто именно может дать ответ хоть на какой-то вопрос, невозможно. Обсуждение отмены выборов на территории Донецкой и Луганской областей подняло шквал критики от общественников, активистов и простых жителей Донбасса. Влада не вспомогла, что на сегодня нормально стратегично подумать над проблемой Донбасса, звільненого Донбасса. Зайнич вирішує, что выборов не будет там. Мы не понимаем, что она делает, как она делает. Это неправильно. Если на самом деле они признают, что там складно проведение выборов за месяц, за два месяца до цієї дати, можно было много чего сделать. Можно было сделать тимчасовое положение в закон про местное соборедование, про местные выборы. Мы этого не сделали. Они, как всегда за ночь, вирішуют такие важливые вещи, как право голоса людей, которые в год тому пережили страшные события на Донбассе. Как вы считаете, ущемляются ли права переселенцев, когда им не дают голосовать в громадах, где они проживают длительное время? Ну, скажем так, право голоса гражданина Украины на выборах является консерденционным правом человека. И право голоса записано как в Конституции, в законе, так и во многих международных актах, которые регулируют принципы и стандарты проведения выборов и прав вынужденно перемещенных лиц. Поэтому, когда мы говорим о том, что... Ну, и по сути, многие политики, которые в данный момент говорят о вынужденно перемещенных лицах и их правах, они не говорят о том, что там ущемляются права. То есть они говорят, право такое есть. Возможно, проблема заключается в том, что это право люди не могут реализовать. Нет процедуры, по которой вынужденно перемещенных лиц на данный момент внесут в списки избирателей по месту жительства в тех территориальных громадах, где они на данный момент проживают. Вот мы на данный момент выступаем за то, чтобы в законодательном плане урегулировать и прописать такую процедуру. Выборы должны проходить в соответствии с принципами и стандартами, которые у нас заложены в законах, в законе о выборах и в международных актах. Подобными принципами являются открытость, прозрачность, безопасность избирательного процесса, конкурентность, доступ людей, избирателей к средствам массовой информации и так далее. Так вот, мы везде на тех территориях, где возможно обеспечить эти принципы, выборы должны состояться. Безусловно, сейчас главный фактор, которым многие и политические партии, и органы государственной власти пытаются манипулировать, это принцип безопасности. То есть, сначала профильный комитет недавно сделал заявление о том, что они выносят на рассмотрение Верховной Рады предложение о том, чтобы вообще выборы в Донецкой области не проводить. И как раз главным принципом, главным поводом был это в том, что невозможно обеспечить уровень безопасности избирательного процесса. Мы считаем, что безусловно, этот принцип имеет место, нарушение этого принципа имеет место быть в Донецкой области, но не на всей территории. Почему не хотят проводить выборы на той территории, где, в принципе, провели президентские и парламентские выборы, но имеют в виду в Донецкой области, Мариуполь, Славянск, Роматорск? Ну, страхов у разных субъектов избирательного процесса может быть много. То есть, ну, например, в том, что одна политическая сила победит, да, или там по опросам, результатам опросов, социологическим опросов, определенные политические силы имеют приоритет и поддержку вторые не имеют. И вот это тоже является таким вот для многих политическим фактором, да, почему, что легче, чем разбираться на этих территориях, строить партийные структуры, и не факт, что это даст какой-то определенный результат в очень короткий промежуток времени. Легче отменить выборы на этой территории и потом вернуться к этому вопросу тогда, когда, ну, скажем, будет больше времени и возможностей и так далее. На этой территории не проросло еще то гражданское общество или там те активисты, которые способны изменить качество и лицо местных территориальных громад. Я думаю, что, безусловно, это неправда, потому что мы видим огромное количество общественных инициатив и людей, которые готовы взять на себя ответственность и войти в местные советы. Вопрос заключается в том, что мы и законодатель, и органы государственной власти не создают необходимых условий для того, чтобы эти люди себя проявили в местных территориальных громадах. Переселенка из Донецка Мария сначала жила в Киеве, а после приехала в Мариуполь помогать волонтерам и таким же переселенцам, как и она сама. Она считает, что, несмотря на боевые действия, нельзя нарушать избирательное право граждан Украины. Просто когда ты уехала из Донецка, куда, как дальше сложилась, собственно, жизнь твоя? Ну, я уехала из Донецка прошлым летом, вот недавно был год, уехали мы, потому что уже невозможно было там находиться, в Киев. И с тех пор вот я жила несколько месяцев в Киеве, сейчас приехала работать в Мариуполь на небольшой, короткий срок. Ну, а вообще длительное свое времяпрепровождение ты планируешь вот Киев, да, как город, где остановиться дальнейшем? Ну да, я планирую еще минимум пару лет провести в Киеве, а там, может быть, и надольше задержаться, а может куда-то переехать еще. Скажи, пожалуйста, вот в преддверии местных выборов, как ты считаешь, должны ли переселенцы иметь право голоса? Я считаю, что, конечно, должны. Мне бы хотелось, чтобы мы имели право получить такую справку, которая разрешит нам, находясь, может быть, год и больше, там, до какого-то количества времени в Киеве, например, как и в любом другом городе, куда переезжают переселенцы, чтобы мы имели право приходить голосовать на местных выборах районных, потому что мы платим за коммунальные платежи в квартирах, которые снимаем, платим какие-то налоги, которые отходят к этому району, и мы должны иметь такое право. Такие справки, наверное, стоит выдавать людям только тем, которые уверены в том, что они задержатся в этом районе, городе какое-то определенное время, а не тем, которые знают, что я месяц сейчас здесь, потом через месяц я перееду туда, тем людям, которые нашли стабильную работу, сняли квартиру, все их устраивает, дети, их ходят в садики, школы, они в ближайшие, скажем так, год, два, три не собираются никуда переезжать. Остальные люди, которые собираются вот переехать, может быть, куда-то из Киева во Львов, потом в Одессу или где им будет лучше, они, я думаю, и не будут иметь такого желания голосовать на местных выборах, и такой проблемы просто не будет. Я не планирую свое возвращение в Донецк по многим причинам. Там больше не осталось моей семьи, не осталось друзей, моя работа теперь не в Донецке, и все мои стремления, они тоже не в Донецке. Поэтому я даже не рассматриваю этот вариант возвращаться в Донецк. Я сейчас в таком возрасте очень быстро привыкаю к какому-то определенному месту жительства, и я хочу сделать максимально комфортным. Если мне дадут такое право проголосовать на этих выборах, то я буду выбирать своего кандидата достаточно ответственно, ну, как с моей точки зрения. Общественные организации Донбасса объединились в Коалицию патриотических сил Донбасса, чтобы защищать права его жителей и переселенцев, которыми они сами и являются, так как большинство из них проживали на ныне оккупированной сепаратистами территории. Общественники отмечают использование языка вражды в риторике власти, отсутствие единого координационного центра для переселенцев и нежелание министерств сотрудничать с волонтерскими организациями, которые занимаются проблемой временно перемещенных лиц. «Ктои, которые выезжают, они, звичайно, будут оточены увагою на столько, на сколько мы можем это позволить. Увагою, яка и безкоштовно. Ці громади и волонтерские организации делают то, что возможно. Ведомство и финансовая система, так оно досталось після режиму, який то речи был выбранный переважен исходом к цей країн. Режиму, який то речи был выбранный переважен исходом к цей країн. Ну, может, кому-то показаться, может, человек оговорился, может, случайность, ни с кем не бывает, как говорится, да? Так вот, я хочу сказать, что это не случайность, это своего рода системная политика. Может быть, не отвлеченные какие-то письменные документы, но такая риторика звучит постоянно. В чём она выражается? За всё предыдущее время, за предшествующий год, я один раз был в Донецке, подъезжая к переезду, к фонду пропуска с украинской стороны, там был вывешен плакат. До сих пор, правда, не выслал фотографию Сергею Гармашу. Там было написано, что такое, так называемый, побутовый сепаратист, бытовой сепаратист. Так вот, то, кто критикует власть, это бытовой сепаратист. То, кто с чем-то не согласен, это бытовой сепаратист. То есть, это политика, которая проводится системой. Давайте посмотрим на то же Минсус политики ещё. Выступает другой замминистра, мужчина, и говорит о том, и его представители о том, что вот очередная выплата согласно 535-й постанове. Кто не знает, это единоразовая помощь. Переселенцам единоразовая. За счёт благотворительных средств, не бюджетных. Так вот, очередная выплата. В зале вопроса, какая очередная? Если никто ни разу не получил в Киеве, никто, ни один человек в Киеве был проведен опрос, не получил ни разу, какая очередная? И вот такая риторика звучит постоянно со стороны Минсус политики. В плане выполнения каких-то законов, помощи переселенцам, возьмём МЧС. Есть консультационный центр, который финансируется, имеет бюджет. Здесь, на Владимирской, или в общем, в самом центре. Это консультационный центр пустой уже полгода. Там нет ни одного человека. Там сидит один человек от МЧС, играет в пассианс, там, или что-то в этом роде. Этот центр не работает. Сайты, урядовая линия и сайты, которые призваны помочь, помощь переселенцам, они дают в лучшем случае информацию, которую постарает волонтёр. А, куда мы ушли? Вот только что говорил Хан Шевченко. Волонтёры делают то, что могут. То есть, замминистра соцполитики отчитывается о том, что делают волонтёры. Класс! И он себе вписывает то, что делают волонтёры, это за слово Минсус политики. Ну а как же? Потому что Минсус политики сама почти ничего не делает. Реально то, что делается, через пень-колоду и постоянно обрезаются выплаты, согласно постанове 505. Больше для переселенцев не делается ничего. В принципе, государственно. Те сайты, я вот ставлю кельца против яйца, 90%, что это на какие-то грантовые деньги международные, сделанные очень красивые сайты, помощь переселенцам. Они не работают, ноль. Мы для пробы подавали сами, и от нескольких наших переселенцев, ещё будучи в Донецке, подавали на урядово-халячие линии подвод возможностей переселения. Несколько раз по Харьковской, Киевской, Днепропетровской, ещё каким-то областям. Ответ – ноль. Ничего не работает, в принципе. Но, впрочем, это такие мелочи, о которых даже говорить, в свете последних изменений, в плане того, что переселенцев лишили избирательного права на местных выборах. Чиновникам подаётся оно уже просто на блюдечке с голубой каёмочкой. Реакции – ноль. То есть за весь этот год, куда бы мы ни стучались, где мы предлагаем, чтобы нас вовлекали в какие-то экспертные рады, общественные советы, да, ну, то есть, как бы, люди, давайте, мы лучше знаем проблемы, мы можем что-то, может быть, более полезное что-то подсказать. Давайте вместе решать, давайте делать качественные законы, документы и всё прочее. Никакой улицы с двусторонним движением не получается. И, как бы, в связи с этим вопрос... А, ещё один момент интересный. Например, наша организация получает рассылку электронного представительства ЕС. Ну, это просто как пример. Мы знаем, сколько международных структур работает в Украине. И только в этой рассылке я вижу, какие огромные деньги заходят в Украину, в том числе, даже вот если сейчас взять узкий вопрос, социальная политика. Я понимаю, что это деньги не только на временно перемещенных, это на социальную политику в целом, да, для всех граждан в Украине. Ну, там очень большие цифры. Вопрос, где они? Участники коалиции публично озвучивают проблемы людей, о которых предпочитают молчать чиновники и дают свои варианты их решений. По мнению активистов, попытка внесения изменений в Конституцию также ущемляет и их права как патриотов, потому что особый статус Донбасса приведёт к легализации оккупационных властей, что не позволит вернуться домой проукраинским жителям, так как над ними будет висеть угроза расправы со стороны сепаратистов. Введение отличного от общего режима осуществления экономической деятельности в оккупированных районах является дискриминационной нормой по отношению к другим регионам Донбасса и стимулирует сепаратизм. По мнению представителей коалиции, необходимо объявить в Донецкой и Луганской областях военное положение и официально признать территории, неконтролируемые украинской властью, оккупированными Российской Федерацией. А также нужно разработать и утвердить государственную стратегию решения конфликта на Донбассе. Мы не просто, скажем, патриотичные граждане Украины, а мы заинтересованные лица. Там находятся наши дома, там живут наши родственники, наши родные и близкие. Нам не безразлично, как решается этот вопрос властью. И мы действительно занимаемся сейчас не политиканством, не политикой, а мы выражаем, скажем так, свою обеспокоенность тем, что за нас решают нашу судьбу непрозрачно. Мы считаем, что вот эти попытки протянуть в нашу Конституцию, в основной закон нашей страны, поправку, которая, по сути, легитимизирует воевиков, поскольку закрепляет особливости, как там написано, местного самоуправления, она является недопустимой. И ее реализация будет имитацией возобновления и веритикса украинского государства на захваченных террористами территориях. То есть в тех же Минских соглашениях упоминается конкретный закон об особенностях местного самоуправления. Там называется конкретный номер этого закона. Проанализировав этот закон, мы пришли к выводу, что реализация его пунктов, а мы будем вынуждены их реализовать, если эта норма закладывается в Конституцию, крайне опасно для украинского государства и для нас, как жители Донбасса и переселенцев, вынужденных переселенцев. Мы считаем, что нормы заложены в этом законе, в частности о существовании так называемой народной милиции. В каждом городе МЭР сможет создавать свою народную милицию. Местная прокуратура будет, то есть согласовываться будут с местными органами власти, прокурор, судьи. То есть фактически создается система, когда мы, допустим, патриотически настроенные граждане Украины, не сможем принимать участие там даже в выборах, которые сейчас пытаются всячески протянуть. Насколько поехать на территорию, в которой милиция подчиняется сепаратистам, прокуратура фактически контролируется ими, и суды тоже ихние, будет означать, в принципе, самоубийство. То есть мне подбросят на кодики, их милиция подбросит, их прокурор обвинит, и их несут, осудят. То есть, ну, говорить о каком-то возобновлении фактической юрисдикции, ну, нельзя по данному закону. Также статья 7 этого закона предусматривает введение отличного от общего экономического режима осуществления экономической инвестиционной деятельности в этих районах. Эта позиция, на наш взгляд, является дискриминационной по отношению к другим территориям Донбасса, которые, скажем так, не были захвачены или были освобождены, поскольку создает неравные условия, и более того, она стимулирует сепаратизм. Мы считаем юридически абсурдной статью 8 этого закона, который говорит про о поддержке развития в окременных районах Донецкой и Луганской областей транскордонного сотрудничества, стремленного на решение общих проблем развития, поселения и поглибления добрососедских отношений между территориальными громадами, органами местного самоуправления, районами с административно-териториальными одиницами Российской Федерации. Это при том, что Россия, как нам известно, оккупировала Крым, Россия объявлена нашей Верховной Радой, страной-агресором, Россия является вдохновителем, спонсором и, в принципе, организатором всего, что происходит сейчас на Донбассе, воинной Донбассе. И при этом этот закон предусматривает какое-то особое трансграничное сотрудничество с территориями Российской Федерации. Это, ну, как минимум, нелогично. Ну, я не буду перечислять весь, скажем, все позиции нашего заявления, оно будет отдано вам, но хочу подчеркнуть, что мы для того, чтобы расставить просто точки на дым и назвать вещи своими именами, наконец, и прекратить манипуляции законодательства, манипуляции словами, мы требуем объявить на Невско-Вуганской областях военное положение и официально признать территории, неконтролированной украинской областью на Донбассе, территориями, оккупированными Российской Федерации. Вопрос выборов и реванша снимается, если мы называем вещи своими именами, то есть, если мы вводим военное положение. И это законно. Вот попытки Рады о том, что говорилось, что запретить там выборы, они являются незаконными, и мы выступаем против такого запрета. Либо делайте все по закону, то есть, вводите военное положение, либо пусть выборы проходят, но тогда вы получаете то, что, собственно, и должны получить. Действительно, реванш оппозиционного блока и не усиление той ситуации негативной, которая там сейчас происходит, потому что, естественно, оппозиционный блок будет использовать это для давления на всю Украину, для роста своей популярности и все прочее. Мало того, в таком случае, если будет все-таки принята в той редакции конституция, которая предложена, это повлечет за собой дополнительные риски. Ведь, по сути, будет реванш оппозиционного блока на этой территории. То есть, будет создана дополнительная база для продвижения ЛНРов, ДНРов и других проектов Российской Федерации вглубь Украины. А дальше Харьковская область, та же Одесская область скажут, а почему нам нельзя, если там это прошло?